вот интересная новость у нас приходит из перми да в перми все очень весело там значит студентов учащихся агротехнологического университета попросили пройти значит онлайн анкету онлайн анкета ну вот небольшая значит выдержка из этой онлайн анкеты выглядит вот так вот интересно с чего бы вдруг а положили выбрать фигуру которая больше подходит понятию будущего россии вот слева фигуры и что из этого больше подходит понятию будущей россии что тут значит мазнюк какую-то нарисовали обучающих потери оценить эффективность работы владимира путина и рассказать о своем отношении значит текущим в стране событиям раздавали студентам в бурятии от администрации улан-удэ в том числе их спрашивали о том же самом и попросили даже назвать земляков иноагентов офигеть просто офигеть это тема соцопросов есть скрытая агитация и некий хитрый пример для того чтобы навязать нужные власти мысли в головах и донести что власти нужно на самом деле поддерживает если видеть какую-то практическую пользу понятно что больших результатов это все не принесет если мы говорим с вами конкретно бурятии ну давайте будем честны очень бедный регион не значит что мой родной край какие-то другие территории значит хвастаются и говорят кто здесь беднее кто богаче это страшное проявление итогов социально-экономической политики земля богатая народ талантливый и природы и ресурсы и потенциал и наследие советского советского народа все есть действующие властью это в лучшем случае опохабила в худшем случае разбазарила да раз распродала распилила на растащила и конечно все это сказывается на сознании общества да на отношении общества неком коллективном таком мнении понятно что власть осознает эту перспективу пытается влиять на эти процессы отвлекать людей сбивать их с толку обманывать сталкивать их лбами навязывать образ врагов да еще более страшных опасных чем этот чиновный олигархический режим и каких моментах это иной раз даже получается но очевидно что долго эта политика продолжаться не может и сколько-то людей не отвлекая от их проблем голодного нельзя убедить что он сытый и рано или поздно этот голод не только в плане продуктов питания но и в плане тяги к справедливости или к чему-то светлому какому-то созиданию к уважению в первую очередь к самим себе каждому гражданину в отдельности он в любом случае эта энергия накапливается отдельно это усугубляется тем что традиционные средства массы информации отмирают и телевизор не имеет той силы что имел раньше там 10 или 20 лет назад 30 лет назад когда это было ну просто оружие массового поражения на сегодняшний момент с этим большие проблемы люди уходят в интернет в интернете работать труднее но вот в части одного из эпизодов этих попыток этой работы вот как раз социологические опросы относительно студентов ну как понятно что в условиях этого вот этой атмосферы в том числе а вот этих элементов запугивания вряд ли соцопросы будут объективными власть сама это понимает но они знают и чувствуют настроение общества и без этих соцопросов им нужно какими-то тонкими механизмами людей склонить на свою сторону где-то по угрожать инагентами где-то акцентирует внимание на наиболее неприятных для для власти людей а где-то просто перетянуть на себя одеяло когда рассказывают вот особенно про действующего президента да какие-то улучшения что-то я что-то я не понимаю что это за формулировки этого вопроса напротив если эти опросы проводить честно если добиться объективности от людей не заставить да а создать условия чтобы люди не боялись чтобы люди чувствовали в себе уверенность чтобы люди хотели быть частью гражданского общества от их мнений действительно что-то зависело бы вот как вы считаете президент путин работает хорошо и или плохо да ну и скажите задайте людям вопрос согласны ли вы с итогами пенсионной реформы согласны ли вы с успешной работой властью относительно сдерживания цен или как вы считаете справедливо ли стоимость бензина да и как вы считаете побеждена ли у нас проблема бедности которую власти обещала на протяжении двадцати лет говорил о том что это приоритетная задача и вы увидите совершенно другие результаты здесь же когда любой человек выступающий против власти каждый день в ежедневном режиме привлекается к ответственность кого-то штрафуют кого-то сажают кого-то инагентами признают но понятно что большая часть людей просто побоится подобные подобные опросы участвовать подобных опросов